С 16 марта на территории страны введено чрезвычайное положение. Одним из пунктов указа главы государства предусмотрен запрет на функционирование ночных клубов, кальянных, объектов внешкольного дополнительного образования, дворцов творчества, дворовых клубов, кружков, секций, спортивных, компьютерных и бильярдных клубов, торгово-развлекательных центров. Также введено ограничение режима работы в торговых объектах, объектах общественного питания и сфере услуг. 40 случаев нарушения режима чрезвычайного положения выявили павлодарские полицейские в ходе специального рейда. Все нарушители были привлечены к ответственности по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 9 бизнесменов были арестованы на 5 суток. Четверым вынесен штраф в размере 10 МРП каждому. Семерым вынесено предупреждение. Еще 20 административных материалов находятся на рассмотрении суда. Я нарушаю по премию магазин, чтобы магазин пораньше закрываем, чтобы, извините, больше не буду повторять. Я представитель дома приема в Север-Палас. Нарушу указ президента. Прошу не судить меня строго. В следующий раз такое не повторится. Я представитель гастробарза кухни. Нарушу указ президента. Свою вину признаю. Прошу не судить строго. Полицейские призывают с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов и неизбежным ограничениям, связанных с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения. 20 материалов находятся еще на рассмотрении в административном суде. Владельцы привлечены к ответственности за допущение, то есть за организацию проведения мероприятий, на котором присутствовали скопления людей. Также есть магазины. Есть один из магазинов, где владелец не предпринял меры по обеспечению продавцов медицинскими масками, то есть средствами защиты и перчатками. Есть, например, тренажерные залы, есть и компьютерные клубы, бильярдный клуб, где посетители, несмотря на установление чрезвычайного положения, тем не менее они функционировали, работали, и в них были посетители. На момент посещения их учащихся сотрудниками полиции. Рейдовые мероприятия продолжаются и проводятся на постоянной основе. За невыполнение данных ограничений предусматривается случайного положения, проявить свою активную гражданскую позицию и оказать содействие по охране общественного порядка, связанных с введением режима ЧП. Совместные слаженные действия жителей региона и полицейских позволят сообща преодолеть все трудности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!